Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, слава Иисусу, нашему Искупителю, слава вся пролившему за нас святую кровь свою драгоценную, нашему Целителю, нашему Освободителю, слава Иисусу Христу на веке, слава Богу Святому, аминь. Приветствую всех вас, братья и сестры, с нашей Киевской архиепископии. Сегодняшняя трансляция вечерняя с Киева, я назвал ее «Петр и Павел и прочие апостолы». Ну и подписался ваш покорный слуга, архиепископ Сергей Журавлев, служитель реформаторской православной церкви Христа Спасителя, обновленец, реформатор. И сегодня я в самом начале этой программы, этой трансляции, прямого эфира этого, хочу поздравить наших братьев, не знаю, уже подключился, не подключился, кто, значит, но уже, думаю, в записи посмотрят братья, наших Петра и Павла хочу поздравить. Петра и Павла. Дело в том, что три года тому назад проходил у нас здесь в Киеве, в нашей Киевской архиепископии, проходил собор. Он так и назывался – Петропавловский собор. Потому что мы проводили его как раз вот 12 июля 2015 года на праздник Петра и Павла, и потому он у нас и назывался собор, Петропавловский собор. Вот, слава Богу. И, наверное, самым, ну, вообще, самым таким значимым деянием этого собора, значит, знаковым таким деянием этого собора были архиерейские хератонии. То есть, рукоположение новых епископов. Два священника были рукоположены в епископа. Петр и Павел. Отец Павел, Руслан Грицев, да, героический батюшка, священнослужитель, который несет Слово Божье, знаете ли, не первый год, и очень разным людям. И, слава Богу, за таких самотверженных служителей Христовых. И все знали его как отец Павел. Ну, вот, три года назад была хератония, было рукоположение его в епископа Павла. Вот, а отца Владимира нашего рукополагали мы в епископа Петра. Как епископа Петра? Кифа. Епископ Петр Кифа. Ну, обычно мы его так и называем Кифа. Вот, как раз сегодня разговаривал по телефону с Кифой. Он сейчас во Львове, значит, и будет, кстати, на соборе, получается, здесь, в Киеве. 19 августа будет собор. В этом году у нас собор будет проходить, запланирован 19 августа. Праздник Спаса. Преображение Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И в этот день как раз будем проводить Преображенский собор, назвали бы его. Преображенский собор. И как раз я разговаривал по телефону с епископом нашим, с Кифой, с Петром. А вчера с Павлом разговаривал. Он дома у себя там, в Тернопольской области. И так вот, я надеюсь, что и епископ Павел сможет быть у нас в Киеве на соборе. Даже если он не сможет быть, то, по крайней мере, через видео, запись, он будет участвовать с нами однозначно. Или по скайпу, или в записи, или в прямом эфире. Слава Богу. И также и другим нашим архиереям, иереям, священникам всем я даю такой наказ. Кто сможет быть, обязательно постарайтесь быть в Киеве. 19 августа сего года. Остается чуть больше месяца до собора. Ну а кто из преосвященных или из священства не сможет быть сам, то воспользуйтесь интернетом, воспользуйтесь Ютубом, Скайпом. Если кто имеет возможность онлайн подключаться, подключайтесь. А еще лучше сделайте записи и пришлите мне. Но даже те, кто и собирается быть, все-таки лучше короткое какое-то обращение сделать уже сейчас и записать. Вот для Киева, по крайней мере, сейчас вот такое слово. Сделай, пожалуйста, запиши короткое слово, послание. Я выставлю уже на Ютубе как раз вот как вот такой анонс, что ли, получается. Анонс выступления. Потому что главным спикером буду я, ваш покорный слуга. По моему благословению собор его собирается, собственно. И я буду спикером этого собора. Вот. Так, и главные темы, которые я обозначил этого собора, такого апостольского собора, сегодня рассуждая о Петре, Павле и прочих апостолах, конечно, очень важно из их посланий, апостольских посланий, сегодня читать слово, которое всем нам назидательно, которое для всех нас окрыляюще действует, вдохновляюще, потому что это не просто апостольские послания Петра или Павла или прочих апостолов, а это боговдохновенные писания. То есть Бог, вдохновитель этих писаний, конечно, Бог вдохновляет. И сейчас Бог вдохновляет. И сейчас, допустим, меня вот в этом эфире Бог вдохновляет каждого верующего в каком-то служении, в слове, когда мы свидетельствуем о Христе, когда мы говорим о чудесах Божьих, когда мы призываем людей к покаянию, молимся за исцеление людей, освобождение от бесов, то в эти моменты помазание-то проявляется просто грандиозно. Дух Святый действует через нас верующих, в нас верующих и через нас верующих. Слава Господу! И потому деяния апостольские, деяния апостолов, это не просто книга такая в Новом Завете, да? Это не только книга вот в Новом Завете, после четырех Евангелий мы открываем и читаем, да, деяния апостольские, потом послания апостольские. А сие есть деяния Святаго Духа. То есть это не просто деяния апостолов, деяния первых христиан, деяния первых верующих, первой церкви, первоапостольской церкви, мы говорим. Нет, ну да, это так оно и есть, но в большей степени, в первую голову, это деяние Святаго Духа, то есть деяние Божьего Святого Духа, и тогда, 2000 лет назад, Дух Святый действовал через верующих, простых людей, таких как Петр, Павел и прочих мужей и жен Божьих, так и сейчас, в 21-м уже столетии, как говорится, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, Дух Святый также действует через нас верующих и в нас верующих. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, к собору, анонсом, к Преображенскому собору нашему, 19 августа сего, 18-го года, такие главные темы, тоже из посланий апостольских, из деяний апостольских будут цитаты, такие очень такие важные, насущные, но главные темы, это первое, это преображение, ну, Господа, безусловно, Иисуса Христа, об этом будем говорить, потом преображение верующего человека, вообще каждого верующего, каждого христианина в отдельности, преображение, Третья тема. То есть первое – преображение Господа самого, вторая тема – это преображение личной жизни каждого верующего человека. Потом третья тема – это преображение семей наших, домов наших. Четвертое – это преображение наших общин, синагог, церквей. Это такое коллективное преображение такое, знаете ли, церковное преображение. И пятое – это преображение всего тела Христова, всей Церкви Вселенской, Господа нашего и Бога Иисуса Христа. И это очень важные темы. Так что вот и для всех наших священников, епископов, для всех, кто будет на соборе, для гостей также, потому что мне писали уже и адвентисты, и баптисты, и пятидесятники, и харизматы, очень разные верующие, и не динаминационные верующие. Если есть намерение и возможность быть у нас в Киеве на соборе, ну, как говорится, добро пожаловать. Добро пожаловать. Ласка вопрос ему, да? Потому что действительно мы, Церковь межконфессиональная, межцерковная, и будет совершаться Евхаристия, интеркомьюнион, то есть хлебопреломление, причастие тела и крови Иисуса Христа, межцерковное, межобщехристианское. Это мы совершаем, ну, я так могу ошибиться, но, по-моему, да, ну, в общем-то, не то, что даже, не ошибусь. Если скажу сейчас, что на каждом соборе, даже не то, что на большом соборе, а даже на маленьких таких небольших наших предсоборных этих совещаниях, встречах, у нас обязательно хлебопреломление, и оно совершается как интеркомьюнион. То есть межцерковное, межобщинное, и у нас причащаются и лютеране, и кальвинисты, и баптисты, и католики, и пятидесятники, и харизматы, и адвентисты, кого только нет. То есть менониты приезжали к нам как-то, методисты были, да, я уж не помню всех наименований. Очень много, десятки разных церквей, общин приходили к нам в гости, служители, рядовые верующие, и вместе мы причащались. Кстати, вот в это воскресенье, ну прошлое воскресенье, я не был в нашей церкви здесь, в Киеве, здесь у нас в гостях был в это воскресенье отец Виктор, значит, с Черкасской области, он проповедовал, отец Алексей Прошак благочинный вел это служение, а отец Виктор, как гость он проповедовал, он учил из Слова Божьего, слава Богу, в это воскресенье уже предстоящее, я намереваюсь быть у себя в церкви как раз. В прошлое воскресенье я был в гостях, проповедовал в гостях в церкви Филадельфия, где пастором является Геннадий Макарович Валуев, наш старый друг, мой старый друг, наш церковный старый друг. И совершалось там хлебопреломление, там мне чем нравится эта община, она протестантская церковь, она харизматичная церковь, но в ней есть такая изюминка хорошая, которую редко встретишь среди протестантов. У них каждое служение, каждое собрание, у них хлебопреломление, тело и крови Иисуса Христа, это потрясающе. Я такого не видел среди протестантов, много общаюсь я, уже больше 20 лет, очень плотно общаюсь с протестантским миром, но очень редко встречаю такую, знаете ли, как в Украине говорят, ширость. Вот такую, а в библейском смысле, благодатность такую, знаете ли, вот такую открытость такую, вдохновенность, Боговдохновенность. Потому что общины, церковные собрания, которые концентрируются, которые объединяются вокруг тела и крови Иисуса Христа, это самые благодатные общины, это самые благодатные собрания. Потому что проповедь Слова Божьего, это хорошо, это замечательно, это приоритетно, это во главу угла. Молитва, это замечательно, это приоритетно, да, слава Богу. Поклонение, прославление, это замечательно, прекрасно. Но, дамы и господа, тело и кровь Иисуса Христа, это самое-самое фундаментальное. Потому как обескровленная церковь, обескровленное тело, это мертвое уже тело. Вот, и оживление, метод оживления церкви один, это кровь Иисуса Христа. Откровение о крови Иисуса Христа, понимание божественной крови Иисуса Христа. Понимание того, что мы искуплены от суетной жизни, не чем-то другим, а кровью Иисуса Христа. Исцелены кровью Иисуса Христа, освобождены кровью Иисуса Христа, обогащены, благословлены всячески кровью Иисуса Христа, через кровь Иисуса Христа. В этом величайшее откровение христианства, в этом величайшее откровение церкви. И это самое прекрасное. Порой действительно нам нужно, вот как вот апостол некогда сказал, что не знаю ничего, кроме Христа, и притом распятого. Вот тело и крови Иисуса Христа достаточно, чтобы спасти весь этот мир. Слава Богу, откровение, это прекрасно. И я тоже хочу совершить причастие, хлебопреломление, взял вот соку себе, значит, чаще всего мы используем и в церкви виноградный сок, плод виноградной лозы. Некачество вина или сока составляет истину причастия, основу причастия, а наше рассуждение, наша вера. И вот хлеб такой купил я. Хлеб прекрасный, кавказский хлеб, здесь грузины пекут хлеб на лесовой. Вот я взял такой хлеб прекрасный, можете посмотреть. Можно и просфору, можно такой хлеб. В церковной практике мы чаще всего принимаем причастие вообще, чем маца, опресники вообще. Но сейчас в данном случае я взял как раз и поесть, и преломить хлеб, буквально причастие совершить. Слава Богу, аллилуйя, аллилуйя. И это самое замечательное, что есть в церкви. Господь, Он уходя, Он не просто нам оставил Слово Свое, Библию Святую. Нет, это хорошо, это да, это так, но это не только так. Он не только оставил нам какие-то обетования свои, нет. Он оставил нам самого себя. Ни много, ни мало. Он оставил нам самого себя. Он как бы и ушел, но и не ушел. Он с нами во все дни до скончания века. И видимым знаком этого является хлебопреломление, божественное Евхаристия, причастие. Аллилуйя. Сейчас, через несколько минут мы начнем причастие. Поэтому приготовьте, тоже налейте себе соку. Вино и хлеб, это вот, что нам нужно для причастия. И наша вера, наше рассуждение, размышление о крови и теле Иисуса Христа. Нет ни вина, ни сока, налейте просто воды даже. Вот там один брат компот использовал, допустим, пожалуйста. Налейте компот или просто воды даже налейте. Воды и возьмите хлеба. Даже ржаной кусочек хлебушка. Я иногда использовал, когда нет ничего другого хлеба. Просто кусочек ржаного хлеба и немного воды наливал. Вот и все причастие. Потому что причастие совершается здесь. Совершается не просто ртом. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить. Или осветить тем более. Вот. А что действительно из нас исходит. И причастие совершаем не просто ртом нашим, да. А причастие совершаем умом нашим и сердцем нашим. Всем нашим естеством причастие Евхаристию совершаем. Слава Богу. И хочу прочесть из послания к Ефесянам апостола Павла такие слова. Четвертый раздел, четвертая глава. Послание к Ефесянам. Четвертая глава. Одиннадцатым стихом написано. И он, Господь, Бог Святой, значит, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос. Глава Христос. Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Аллилуйя! Не прекрасно ли это? И призвание апостольское, это одно из призваний Божьих. За эти два тысячелетия, да, мы можем много встречать, ну, есть за что нам Бога благодарить, дамы и господа, братья и сестры. Вспоминаем сегодня добрым словом наших братьев, вспоминаем Петра, вспоминаем Павла, вспоминаем прочих апостолов, вспоминаем на протяжении двух тысяч лет всех людей, даже если и мало кто назывался апостолом по разным причинам, религиозным фобиям всяким, предрассудкам. Но по сути, де-факто, нес служение апостольское, вспоминаем сегодня. И Бога Всемогущего благодарим, потому что Церковь Его жива. Почему? Потому что Он, Бог, живой. Он есть глава Церкви, Христос и Иисус. Он есть глава, глава всего этого третьего святого храма, купол, завершение этого храма. Третий храм святой, Божий святой храм. Был первый храм, потом был второй храм, и первый, второй по грехам нашим был разрушен. В эти дни мы особенно вспоминаем Межтеснин, что называется, до самого девятого аула, вспоминаем эти трагедии. Знаете ли, но в этой печали есть и радость некоторая, утешение наше. Утешение в чем? Что Бог не оставил нас. И Он, уже в то время, когда, казалось бы, приговор над вторым храмом, Машиах уже произнес, Христос произнес уже свои слова. «Се, оставляйте, дом ваш пуст!» И произнес слова страшные, что камня на камне не останется. Печально, но с другой стороны, Он даже сам Машиах плакал, сам Христос плакал тогда, скорбел. Но утешением является то, что Он созидает свою церковь, третий храм. И апостол Павел писал Коринфянам, первое послание Коринфянам, третьей главе, в одиннадцатом стихе. «Ибо никто, он пишет, не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Иисус Христос Над землей лишь один Господь, Иисус Христос Над землей лишь один Господь, Иисус Христос В моей жизни один Господь Иисус Христос В моей церкви один Господь Иисус Христос Над всей планетой один Господь Иисус Христос Над всем, над всем и в моей жизни над всем Один Господь Иисус Христос Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Царь Вселенной! Аллилуйя, Аллилуйя. Помолимся, друзья, да, помолимся и совершим таинство причастия. И наше причастие, оно должно совершаться действительно с верой, рассуждать о теле и крови Иисуса Христа, рассуждать о теле и крови Христа благочестиво, не однобоко, а цельно, целомудренно. Но, следующим образом, что кровью Иисуса Христа, Его ломимым телом, Его пролитой кровью, я спасен, я исцелен, я освобожден, благословлен всяческим благословением в небесах. Мое спасение – это кровь Иисуса Христа и тело Его ломимое. О, спасибо, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной, спасибо Тебе, Бог Богов, благодарю Тебя. За Голгофу, за кровь Мы Тебя благодарим За Воскресенье Тебе, за Воскресенье Тебе, за Воскресенье Тебе, за Победу Тебе, за Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святый, за все мы благодарим. За Голгофу, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус, благодарю, О Дух Святый, за все я благодарю. За все я благодарю. Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, Который везде пребываешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, слава Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала и слава и честь Тебе. Поклоняемся Тебе, Господь, и соверши, Господь Божий, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. Боже, а то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Ох, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господи Божий наш. Благодарю Тебя за Таинство сие, за Божественную Евхаристию, за хлебопреломление. Благодарю Тебя, Господь Божий, за то, что Твоей святой кровью мы искуплены от суетной жизни. Предана нам от отцов. Благодарю Тебя за спасение, дар Твой вечной жизни во Христе Иисусе. Ибо благодатью мы спасены, сие не от нас. Божий дар, чтобы никто не хвалился. Боже, спасибо Тебе, Господь, за нового Адама, Иисуса Христа. Благодарю Тебя за спасение и искупление всего рода нашего человеческого. Благодарю Тебя, Господь, и благоставляю великое имя Твое. Баруха Та, Адонай, Лагейна, Мелеха, Аллах. Благоставен Господь Бог наш, Царь Вселенный. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе. Аминь. Боже, спасибо за братьев наших. Спасибо Тебе, благодарность Тебе, Господь, посылаю. Сегодня, в День памяти, когда Церковь Святая вспоминает этих мужей Божьих, Твоих святых, помазанников Петра и Павла. Я воздаю Тебе за них славу и хвалу, Боже. Благодарю Тебя за их судьбы. Благодарю Тебя, что Ты в жизни Петра и Павла прославился. Благодарю Тебя за всех апостолов на протяжении этих двух тысяч лет, несущих Слово Твое, истину Твою, Божию. Благодарю Тебя за апостолов 21-го столетия, сегодняшнего дня. Благодарю Тебя за апостольство всех верующих, посланничество Твое. Потому как действительно, всеобщее священство – это дар Твой свыше нам, верующим, святым и верным. Слава Тебя, Господь! Благослови нас! И деяния апостольские продолжаются. Это деяния Святаго Духа. Аминь. Благословляю вас, друзья. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу! На веки слава Богу Святому! Аминь. Ну и, друзья, по скриптам уже в завершение. Сейчас у нас уже почти половина седьмого вечера. Вот. И знаете, друзья, я что хочу сказать. Да, сегодня этим вечером уже начинается новолуние, новомесячие, новый месяц. Мы в традиции называем его месяц Ав. Это пятый месяц. В Библии он называется просто пятый месяц. Вот. Конечно, и много, как бы, трагичного в этом месяце совершилось в истории Израиля. В частности, вот, девятый ава, да. Ну, первое число, мы вспоминаем, Аарон ушел в вечность. Вот. А девятый ава – это разрушение храмов первого и второго. Мы, знаете ли, рассуждаем об этом, молимся. Вот. И благодарим Бога за его святой храм Божий, третий храм, созидающийся. И живых камней на протяжении двух тысячелетий. Стройка тысячелетий. А фундаментом сам Иисус Христос является Ишуа Машиах. Куполом, главой сам Иисус Христос. И весь этот храм святой в Господе называется телом Мессии, телом Иисуса Христа. Слава Господу. Да, друзья. И буду включаться завтра, даст Бог, завтра пятница. И не только у нас это первая ава, но это еще и эра в шаббат. В пятницу вечером буду включаться, эра в шаббат. Ну, а сейчас, вот, я даже немного приготовил себе здесь смаковаки. Кое-что приготовил. Буду трапезничать, праздновать начало нового месяца. Благодарить Бога всемогущего, благоставляя великое имя Его во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. С Богом, с миром Божьим. Аллилуйя.